Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 18 июня. Как всегда, традиционно я начинаю свои видеообзоры томатов именно с тех, которые спеют в первую очередь. И опять же, повторюсь, традиционно у нас спеют в первую очередь вот эти русские колокола. Здесь у нас в теплице очень неудобно снимать, здесь все компактно, это не открытый грунт. Но все-таки я про русские колокола хочу снять небольшой видеоролик, вот так в скукоженном виде, но все равно я расскажу про него. У меня, кто покупал семена русские колокола томатов, все от него в восторге. Вы знаете, что оранжевые и желтые томаты, они самые вкусные. А этот томат еще радует нас тем, что он очень быстро спеет. Если посмотреть его описание, то про него написано. Высокоурожайный, раннеспелый томат, удлинен на овальные плоды, оранжевого цвета. Еще написано, что он плотный и хорошей лёжкости, и все это действительно так. Лежит томат, очень хорошо хранится, долго. В консервации идеальной, вот из-за этой плотности он не жидкий, он не течет, он в баночках смотрится так красиво. Но я его почти никогда не консервирую, как вы понимаете, он раннеспелый, он весь уходит в свежем виде. Но тут при употреблении в свежем виде у него тоже есть свои достоинства. Вы знаете, что не все люди могут есть красные томаты, красно-плодные. Из-за того, что там повышенный процент кислоты, кислотности, вот детям красные томаты не рекомендуется. Людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, именно им подойдут вот такие томаты, вот русские колокола. Потому что они для диетического, для детского питания, для пожилых людей, у кого проблемы есть со здоровьем, всем они подходят. Томат, конечно, он очень вкусный, он очень сладкий, но тут-то я уже зрителям писала, тут самое главное дождаться полной зрелости, не срывать вот в таком виде. Надо дождаться, чтобы он был именно оранжевый, яркий такой. И еще одно достоинство, которое, возможно, ценят только такие романтические натуры, как я. Когда заходишь в теплицу и видишь томат вот такого цвета, вот он прям как огонек, как лучик солнца. Как я уже говорила, я люблю солнечные томаты, от которых прям какой-то свет исходит. Я считаю это самым главным достоинством, это украшение теплицы. Но есть у него недостатки, но я не скажу, что это совсем недостаток, но все-таки. Он детерминатный и он сам вершкуется, он не будет вас до самых морозов радовать урожаем. Вот если, например, сравнить штраух и вот этот томат, в то время, когда штраух еще полностью, кисти висят, уже в холодное время, поздно осенью, русских колоколов уже не будет. Он не очень высокий, он метр, метр двадцать в теплице вырастает, вот сколько сейчас на нем навяжется плодов, они все созреют. Мы их очень рано съедим и плодоношение заканчивается, конечно, чуть раньше, чем у индетерминатных томатов. Это, конечно, такой небольшой минус, но зато весь этот единственный минус перекроют вот эти плюсы, которые и красота, и вкус, и раннее созревание, и все-все-все, вот что любят в нем люди. Сразу скажу, что русские колокола, это не колокола России и не какие-то еще все спрашивают, а колокола России это одно и то же или нет? Это именно русские колокола. В магазине я его покупала, один раз пачку покупала, там на пачке почему-то плод красного цвета, и они так картинку и не сменили, но в описании написано, что русские колокола это оранжевые, овальные плоды. Вот это и есть русские колокола. Мне иногда даже не хочется, ну не нужно их срывать, просто я когда мимо прохожу, вот просто подхожу и любуюсь. И вот это вот так какая-то огородная своеобразная медитация, она так поднимает настроение, вот у нас сегодня пасмурный день, сильно нет солнышка, но вот это маленькие солнышки, смотрите, вот они русские колокола. У меня в каталоге под номером 35, я постараюсь в течение месяца сделать каталог, и если кому-то нужны будут эти семена, но он не сможет их приобрести в магазине, то можете потом у меня их выписать. Но вообще я говорю, что этот сорт можно иногда найти в магазине, может быть в каких-то интернет-магазинах, где вы выписываете. И еще одно хорошее преимущество этого томата, что это не гибрид, а это сорт. Один раз где-то купив семена, вы потом можете всю жизнь сами заготавливать семена, нигде уже не покупать. И вот я один раз купила, теперь уже много-много лет сама собираю семена. Как собирать семена, я вас учила каждый год, и в этом году тоже буду просто учить. И всем еще раз говорю, заготавливайте свои семена, только томаты, выращенные из своих семян, показывают самые лучшие результаты, потому что они приспособлены уже к вашему составу грунта, к вашим условиям, к вашему климату, к вашему региону, и они будут самые-самые вкусные. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, русские колокола, которые под номером 35 в моем каталоге, моя огородная азбука.